В этот день, 21 ноября 1472 года, в Москву из Рима прибыла византийская принцесса София Палеолог. 21 ноября 1699 года Петр I готовился к войне со Швецией. В этот день он сдал указ о рекурской повинности. А в селе Преображенском под Москвой государь заключил союзный договор с польским королем Августом II о координации военных действий против Швеции. 21 ноября 1918 года была введена монополия на внутреннюю торговлю, что стало предысторией появления советской политики военного коммунизма. Ее особенностями были запрет частной торговли и национализация промышленности. 21 ноября 1806 года французский император Наполеон Бонапарт подписал Берлинский декрет о начале континентальной блокады. Континентальная блокада стала одной из первых экономических войн в мировой истории. В прошлом был уже Аустерлиц, на поле которого Наполеон одолел австрийского и российского императоров. Буквально за месяц он в пух и прах разбил трусаков и вошел в Берлин. Оставался один враг, который за морским проливом спрятался от Наполеона лучше, чем за любой каменной стеной. Это англичане с их флотом. Свою силу британские моряки подтвердили во время Трафальгарского сражения, когда они уничтожили 18 франко-испанских кораблей, не потеряв ни одного своего. После такого разгрома Наполеон остановил попытки решить британский вопрос в лоб. Он пошел другим путем. Главной целью Берлинского декрета стало уничтожение торговли в Великобритании путем закрытия доступа на континент. Теперь ни одно английское судно не могло войти ни в один французский порт. А по мере того, как Наполеон побеждал все новые и новые страны континента, все новые державы подписывали обязательство отказаться от английской торговли. До поры Россия посматривала со стороны на то, как европейская экономика бьется в судорогах от неожиданного удара. Как-никак у Британии было прозвище «Мастерской мира». Без ее товаров было тяжело любой стране. Но в 1807 году у городка Тильзит прямо посредине пограничной реки на роскошном плоту состоялась историческая встреча. Два императора, Александр I и Наполеон, впервые обнялись, а затем подписали мир. Цена этого мира была высокой. Россия присоединялась к континентальной блокаде. Уже через 4 месяца Россия объявила войну Англии. Большого размаха она не приобрела. Белотекущие морские баталии часто заканчивались поражением русских моряков и зашли на нет уже через 2 года. Ее явно не желала ни одна из сторон. Чего стоила одна лишь история, когда адмирал Синявин вдруг передал свою флотилию англичанам. Практически на хранение до окончания боевых действий. И те свои обещания выполнили. Британцы корабли вернут. Это была странная война. А вскоре свой отчет предоставил министр коммерции Николай Румянцев. Привозы и отпуски против 1807 года умолились. Первые слишком на 10 миллионов, а последние на 20,5 миллионов рублей. Весь сей упадок пал на Балтийские порты, где привозы сократились на 20,5 миллионов, а отпуски слишком на 30 миллионов рублей. Стоимость всех промышленных товаров буквально взлетела. А как отметила императрица Мария Федоровна, повышение цен для бедных равнозначно голым. Русский государь пробовал до поры быть оптимистом. Из сих самых обстоятельств выйдет та польза, что высокие цены, приличая промышленность в народе, заставят те же товарные статьи производить дома и посредством труда искать прибыли. По-своему император был прав. Тем более, что повышение цен коснулось продуктов, которые не были продуктами первой необходимости. Среди них были и сахар, чай, кофе, цена на которые скакнула вдвое. В ответ на это стали массово открываться отечественные свеклосахарные и сахарорафинадные заводы. Впервые толчок к росту получила бумагопредельная промышленность. Континентальная блокада имела еще одно важнейшее последствие. Это поход Наполеона на Россию. Монапарта нервировала, что Россия не может до конца соблюдать условия эмбарго против Британии. Английские товары, пусть и контрабанда, продолжали поступать на русский рынок. Еще три года, и я господин всего света, заявил Наполеон накануне злосчастного похода на восток. Французский император и мысли не допускал, что может проиграть в чем-либо. И он ошибся, как вероятно ошибся, когда вовлек Россию в континентальную блокаду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова